Добрый вечер. Начал Космотелевидение диалог православим в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, можете задать их священнику Русской Православной Церкви, благочинному монастырей Блашинской епархии, настоятельнику Олубляковского монастыря Игумена Евмения. Отец Евмения, добрый вечер. Добрый вечер, с праздником. Да, как раз в сегодняшний вечер православные христиане отмечают на вечере Богоявления или Крещенский Цачельник, как его еще называют праздник. Что такое вот на вечере? На вечере это, значит, вечерняя служба перед праздником. То есть мы знаем, что церковный день, он начинается с вечера предыдущего дня, то есть завтрашний Сачельник, уже праздничная служба в преддверии Крещения, она сегодня вечером уже произошла. Ну, сейчас вот, наверное, заканчивается как раз. И, соответственно, на вечере, на будущий день сегодня уже происходит. Мы в преддверии Крещения, в преддверии купания, в преддверии освящения воды и прочих всех связанных с этим праздником. На вечере только два раза в год оно бывает? Да, конечно, у нас получается, что рождественское и вот крещенское. И эти два праздника, они достаточно близки. И между ними 12 дней, которые мы называем святками, они являются праздничными днями, потому что это сейчас, как бы, эти два праздника разнесли. А раньше они были, можно сказать, соединены вместе, потому что Рождество и Крещение были одним единым праздником. Явление сначала, потом добавили Богоявление. И этот праздник, он праздновался с 4 века в Византийской империи. И, собственно, уже Византийская империя разрабатывала все те службы, каноны, уставы и праздники, которыми мы сейчас просто пользуемся, переняв от них этот весь церковный устав. Но хотя и апостолы также празднули этот праздник вместе с Рождеством и говорили, что этот праздник необходимо чествовать, потому что в этот день произошло удивительное событие, когда Господь явил все свои три лица Святой Троицы. Поэтому он называется Богоявлением. Это часто я слышу, особенно у пожилых прихожанок, которые приходят два раза на праздник, собственно, Крещения. И перед этим на сочельник приходят за водой, потому что два раза вода освещается. И они говорят, что вот это Богоявленская, а вот это Крещенская. Одна и та же вода, всех совершенно успокою. Можно один раз брать воду или в этот, или в следующий день. А потом можно и в течение недели еще приходить в храм, тоже воду наливать. То есть не надо вот такого ажиотажа с этим создавать. Вода одна и та же, Крещенская. А почему, как случилось так, что вода стала главным атрибутом праздника? Ну, на самом деле, если посмотреть на планету Земля с космосом, мы увидим, что она большей частью покрыта водой. И без воды ни жизни на Земле не было бы, ни нас бы не было бы. И мы сами состоим на 90% из воды. И, собственно, вода является основным движущим таким механизмом всех процессов на планете Земля, связанных с жизнью. То есть это и дожди, это и климат, это и реки, океаны, которые являются также средой обитания многих живых существ. Это и воздух, потому что океаны, они в себя принимают очень много углекислого газа, то есть таким образом очищают атмосферу. И много же всего еще всего, в том числе и температурный режим, потому что вода, как мы знаем, она очень теплоемкость большую имеет. То есть то, что нагревается, она потом долго отдает это тепло, и за счет этого нету таких больших перепадов температур между днем и ночью. То есть она как такая большая накопительная батарея термическая для планеты Земля. И без этого все мы бы здесь не смогли бы жить. Если бы не было воды, было бы пустыня, не было бы растений, не было бы животных, ничего бы, и нас тоже бы не было. А освящение уже пошло после того, как Господь крестился в водах иорданских, да? Ну и, конечно, в наших рассуждениях водой мы очищаемся, ну просто даже начиная с уборки помещения без воды не обходится. И если брать там одежду, мы стираем, сами мы принимаем ванну или душ. То есть мы везде используем воду. И как бы в приложении к очищению телесному, еще и духовное очищение, Господь это благословил через то, что Он опустился в воды иорданские, осветил эти воды, и уже не просто механическое очищение телесное происходит, но и духовное очищение от грехов через то, что Господь вошел в воды иорданские. И мы теперь каждый год в день крещения обновляемся этой великой благодатью Божией. А как пошла традиция, почему именно два дня освящают воды? Ну, так как то, что Господь сотворил в своей земной жизни и апостолы, и ученики апостолов стали потом просто повторять и следовать, можно сказать, прям по пунктам всей жизни Христа, то крещение тоже сначала крестили в день крещения Господня. Но это был первый крещенский сочельник. И для этого, наверное, воду освящали. И для этого освящение воды происходило. И, соответственно, здесь мы видим, что когда это один человек, это легко крестить. А когда это сотни, а когда мы читаем Евангелие или Деяния апостолов, мы видим, там по пять тысяч человек приходило и крестилось, допустим, апостолом Петром. И это в размерах всей Римской империи потом разошлось. Конечно, за один день это невозможно было сделать. Ну и также... То есть крещение уже в течение года, да? То есть все, да, крещение делается теперь в течение всего года. За один день всех покрестить невозможно. Соответственно, это просто разнесли на каждый день всего годичного цикла. И можно в любой день прийти и покреститься. Ну а второй день обычно освящали и Ордан. То есть вот та церковь апостольская в Палестине существовавшая, да, которую апостолы создали, потом ученики апостолов содержали. Они всегда в память о крещении Господнем шли на воды Орданские, их освящали. И там принимали омовение, конечно, окунались в Орданские воды, что и сейчас происходит часто. И особенно наши паломники с России очень любят купаться. Там на том месте, где крестил он Притеча, куда пришел и Господь, Иисус Христос, там теперь такое большое-большое место с храмом, где вот просто очень удобно окунуться в воды Иорданские. И это был второй день, когда крестным ходом шли на реку Иордан, освящали в память о крещении Господнем. И также брали воду или кто-то хотел, окунался. У нас сейчас тоже традиция, да, есть такая освящать прорубь. Эта же традиция к нам пришла из Византийской империи, то есть вместе со всеми прочими традициями церковными в том числе. И вот эта традиция, она уже чисто русская традиция, тем более, если уж там греки сейчас не окунаются в Иордании и на нас смотрят так несколько с непониманием. А когда они видят, как мы окунаемся в леденых прорубях на крещении, это совсем выше их, так сказать, понимания, зачем это делается. То есть им это совершенно непонятно. И это уже чисто русская традиция, которая показывает и твердость веры, и крепость Духа, и вот такая традиционная наша русская удаль в этом тоже. Ну, хоть таким образом люди вспоминают, что есть крещение Господня, но нужно обязательно отметить, что никаких грехов не очищается в это время. Ну, конечно же, грехи очищаются единожды крещением. То есть мы один раз крестимся в своей жизни, а уже омовение в дальнейшем – это просто память, это празднование праздника крещения Господня. Ну да, а очищение грехов происходит во время только таинства исповеди? Конечно же, да. Мы только через таинство можем изменить свою душу, свое устроение духовное. Только таинственным образом, благодатью Божией, мы можем поменять внутреннее свое духовное устроение. А это Господь специально дал таинство исповеди для очищения от грехов. Ну и первое, когда мы крестим младенчика или взрослого человека, вот в этот момент тоже те грехи, которые были до момента крещения, они омываются. Пока далеко не ушли. Что такое означает крещенский сочельник? Что слово сочельник обозначает? Ну, сочельник – это слово сочиво. Я думаю, всех на слуху это слово, правда, не всякий понимает, что такое сочиво. Сочиво – это такой отвар пшеничных зерен с медом, с изюмом, который вкушается во время однодневного поста перед крещением. Это как раз вот завтра будет этот однодневный пост подготовительный. Напоминаем, да, это четверг будет как раз, да? Завтра постный день, да. Вот не забывайте. И завтра, обычно в этот день, ну, тем более и крестьяне, или там, да и в городах потом эта традиция установилась, вкушали вот эту постную пищу, которую в течение всего дня, кроме меня, ничего не кушали. Для того, чтобы хоть один день попаститься и подготовиться к празднику крещения. – Если вдруг кто-то не знает, что это за праздник крещения, прям коротко, несколько слов, да? И главный смысл этого праздника? – Праздник крещения, если это историческое событие, когда Господь пришел на реку Иордан, внизу в их реке, где она впадает уже перед впадением ее в Мертвое море. И там в этот момент крестил Иоанн Предтеча, крестил многих людей, приходивших с Иерусалима, из прочих городов израильских. И когда он крестил, он призывал людей покаяться в своих грехах, то есть входя в воды Иорданские, он их омывал водами Иорданскими и говорил, проговаривайте про себя грехи свои, исповедуйте их Господу, чтобы Господь их вам простил. И это все Иоанн Предтеча делал по призву его Божьим, потому что он, живя в пустыне, будучи таким вот молитвенником и отшельником, к нему был глаз Божий, как мы читаем в Евангелии, который призвал его на это делание. И Господь ему сказал, тот, у которого ты увидишь сходящего на него Духа Святого, тот и есть Спаситель. – В виде голубя. – Да, да, Спаситель мира. Вот, в виде голубя, конечно, это было. И, соответственно, Иоанн Предтеча, увидев Христа, он своим ученикам сказал, вот, агнец, то есть ягненок Божий, который в земле, то есть который принимает на себя грехи мира, то есть вот он уже проповедовал Христа Спасителем от грехов. И когда Христос подошел к нему, так же, как и все верующие люди, и захотел креститься, Иоанн Предтеча сказал, ну, мне надо от тебя креститься, я не достоин развязать у тебя на обуви ремни, и ты ли будешь от меня крещен. На что Господь ему ответил, что нам надо сотворить всякую правду, отложить до времени. Соответственно, Иоанн Предтеча по послушанию крестил Господа, и в момент крещения увидел, как на него сходит Дух Святой в виде голубя с неба, и в этот же момент все услышали, не только Иоанн Предтеча, но и все там находящиеся люди услышали голос с неба Бога Отца. Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте, в Нем Мое благоволение. То есть мы таким образом и понимаем, что этот праздник еще является не только крещением Господа Иисуса Христа, но еще и Богоявлением всех его трех лиц, потому что мы видим Сына, мы видим Духа Святого и слышим Бога Отца в едином месте, да, как бы единовременно, и это откровение не только для человеков, но и для ангелов, потому что до этого никто не знал, что Бог един в Троице, то есть три лица у Бога имеются. Как это? Что это? Человеческому разуму не подвластно, настолько мы немощны, чтобы это все понимать, но мы это можем принимать на веру, тем более, что сам Бог это нам открыл. И это было откровение впервые в жизни всего человечества совершенное. Ну, до этого было ветхозаветное пришествие Троицы к Аврааму, правоцу Аврааму, но это не повлияло на веру, то есть ветхозаветные иудеи, они все равно веровали во единого Бога, и они не поняли глубокий смысл, скрытый в том, что Авраам и Юлиси три ангела. Вот здесь они упустили. А здесь явно было открыто, и это только в Новом Завете открылось человечеству и всем ангелам, потому что и ангелы тоже не знали этой великой тайны. Отличиво Господу безгрешному нужно было креститься? Ну, действительно, ему омывать-то грехи нечего было, омывать у него нет, он безгрешен. И поэтому здесь мы видим только одно, что, как он и сказал Иоанн Претече, что надо сотворить всякую правду, то есть он пришел, как в другом месте говорит, не отменить закон, а исполнить его, то есть все, что необходимо для совершения спасения человека, он совершил, таким образом показал пример для подражания. Мы, следуя по стопам Господа, мы также крестимся, потому что если бы он не крестился бы, то и у нас была бы масса, так сказать, возражений, говорили, ну, если Господь не крестился, зачем мне креститься? То есть это сразу же возникли разногласия. А здесь все просто. Господь крестился, и я должен креститься. То есть он дал нам такой пример, который, вот уже пройдя через две тысячи лет, мы следуем этому примеру. Господь таинство нам дал. А? Таинство нам дал. Да, это одно из семи таинств. То есть таким образом он его указал. И, конечно же, он крестился еще и для того, чтобы показать Святую Троицу, он крестился для того, чтобы еще, можно сказать, узаконить, легитимизировать Иоанну Предтечу, что если сам Господь его принял и принял от его рук крещение, то, конечно же, это не самозванец какой-то, как потом его иудеи пытались представить Иоанну Предтечу, а действительно пророк и слуга Божий, который по воле Божией исполнял вот это послушание крещения в Иордане. То есть множество сюда было заложено смыслов в само таинство крещения. Ну и до этого никто Духа Святого не видел, поэтому здесь и это открытие было для человеков. И для ангелов это открытие было, что вот именно так Бог устрояет и спасение человеков. Тем более, что до этого все шли во ад. Мы помним, что лишь пришествие Христова дало возможность людям спасаться. И ангелы, видя вот это откровение божественного естества, они были тоже поражены. Да, ну и одно из тоже таких вот дел, которые Господь совершил, это нужно было явить себя миру. То есть здесь было первое явление перед общественным служением. Ну и откровением это стало не только для ангелов добрых, но и ангелов таких злых, для сатаны, для демонов. Конечно, бесы тоже ничего не знали о нем. Потому что сразу на следующий день после крещения Господь Святым Духом был введен на гору искушения, для искушения сатаной. Вот предлагаю почитать нам этот отрывок евангельский. Это Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 1 по 11. Пожалуйста. Послушаем Евангелие. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок залкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты, Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты, Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногой твоею». Иисус сказал ему, «Написано так же, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Для чего сразу после крещения и перед выходом на общественное служение Господь и такие принимают муки дьявольские, искушения? Ну, здесь, конечно же, это и промысел Божий, опять же, для нас. Необходимость указать, что будет вслед за крещением с каждым из нас. То есть, если человек не рождается свыше от воды Духа Святого, то и дьяволу нет необходимости его убивать духовно. То есть, искушать его, и обманывать, и уводить, так сказать, от веры, и различным искушениям вводить во всякие грехи. То есть, он и так уже мертв, но и так уже житель ада, если человек не крестится. Мы читаем Евангелие, Господь говорит, «Тот, кто не родится от воды Духа Святого, царство местного не увидит». Поэтому с такими людьми бесу особо и бороться не надо. А вот тот, кто принимает на себя крещение, он становится облеченным свыше благодати Божией, и ему даровано стать чадом Божиим. То есть, мы становимся детьми Божьими и братьями, сестрами Господа Иисуса Христа. И, конечно же, сатана нам завидует и пытается различными искушениями это величайшее таинство и благодать Божию отнять у нас всяческими своими ухищрениями. Поэтому Господь сразу показывает, что вот он крестился, и тут же сатана приступил к нему, чтобы его искушать. Потом, далее, Господь всю свою земную жизнь прожил для того, чтобы научить всех нас духовным, истинным, духовным, насытить нас знаниями о духовных вещах, духовные заповеди дать, показать, и в том числе своим опытом, что делать нам предстоит в нашей уже земной жизни. Поэтому здесь он показывает, как сатана искушает. То есть, он попускает сатане к нему подойти. Он мог ведь его к себе и не подпустить. То есть, он даже близко не может приблизиться к Богу. И через это мы видим, как бес искушает Господа. Так же и людей таким же, да? Ну, естественно, да, ничего другого-то у сатаны. Он не может ничего придумать нового. Все одно и то же. Одни и те же сценарии, начиная с Адама и кончая нами, и Господа. Все то же самое. Адаму что было предложено в раю? Первое. Смотри, какое вкусное яблоко. Это чревоугодие, да, чревоугодие. Как нам заповеден пост, а мы его не соблюдаем. Мы не соблюдаем. Нам Господь говорит, что воздерживайтесь от винопития, от обжорства, от прочих услаждений телесных. Это все не полезно. То есть, должно быть все в меру. Тогда это на пользу человеку идет. И простое. Ну и да, без всяких ухищрений, конечно же. То есть, первое – это обычное чревоугодие. Второе – Адаму было сказано, что какое красивое, какое замечательное все. То есть, уже похоть очей, да. То есть, такое некоторое тщеславие, что я буду иметь у себя что-то очень красивое, что-то очень такое полезное. И то же самое и к нам. То есть, похоть телесная, да, вот эти чревоугодия, потом похоть очей – это тщеславие. И третье – это гордость. Да, что съешь это яблоко, то есть, вот трижды пришлось уговаривать сатане. И будешь как Бог, да. И будешь как Бог, да. То есть, ты познаешь все, и зло, и добро познаешь. То есть, ты изменишься, ты будешь не таким, как сейчас. А у нас это тоже сейчас, да, гордость, да. Будешь лучше, чем другие. Такая же гордость и сейчас нас движет. То есть, либо просто объесться от пуза, да, или упиться, либо под тщеславиться и что-то обрести, какие-то, или красивые одежды, или там, не знаю, какие-то украшения, там, или еще что-то такое, кто-то знаниями. Оказаться лучше, чем мы есть, да. Да, тщеславиться. Кто чем, кто своими какими-то тщеславиться другими качествами. Ну и гордость, что я лучше других, я выше других, я достиг того, чего других нет. Это вот все эти три искушения по-прежнему присутствуют в мире. И этот же сценарий сатана предложил и Господу в пустыне, на горе искушения. Эта гора, кстати, также сейчас можно ее посетить. Там монастырь находится, это недалеко от места крещения в пустыне иудейской, рядом с городом Иерихон. Так вот, что предложил сатана Господу? Первое. Ну, он увидел, что Господь в конце, в сорокодневного поста взалкал. А вот я сейчас вернусь. То есть, пока Господь постился, как мы видим, да, сорок дней, он наблюдал за ним. Не подходил, да? А получается, когда взалкал в конце, тогда он приступил к нему? Ну, здесь двояко. То есть, во-первых, Господь его не подпускал мог сорок дней, а подпустил только тогда, когда сам восхотел этого, чтобы он подошел и его начал искушать. Это первое, естественно, самое основное. Второе, конечно же, сатана сам, он же не понимал, кто перед ним находится. Он присматривался, он там следил за ним, он наблюдал, а что будет дальше? Вот он не ест, не пьет. А вот, говорим, крещение он услышал, да, ведь не только люди там услышали. Да, и бесы, бесы это все услышали, все это информации, слова с неба Отца Небесного, бесы это тоже услышали, и Духа Святого они увидели. То есть, это все, и то, что проповедовал Иоанн Претеча, агнец Божий, гряды и мир, земли грехи мира. Соответственно, это все они тоже анализируют и обдумывали. И, конечно же, вот какое-то время потребовалось сатане для того, чтобы обдумать это все. А в голове у него никак не укладывалось. Да, сумбур был. То есть, я думаю, вот он 40 дней это осмыслил, а потом решил все-таки, ну-ка, дай-ка я нападу и попытаюсь его испытать. Тем более он почему-то есть хочет вдруг, да? Да, а тут тем более он видит, что он ослабел во время 40 дней он поста, что он уже и взалкал, то есть по каким-то внешним, наверное, признаком это определил, что Господь взалкал. И подошел к нему с искушениями, теми самыми, что и к Адаму. Ты же хочешь кушать, но если ты Сын Божий, повели вот этим камням, пусть хлебами станут. И это что? Это опять же подталкивание на чревоугодие. Причем, да, постоянно, три раза, три раза он говорит, а вообще ты Сын Божий? Он спрашивает. Он до сих пор никак не мог увериться. Он исследует, да, кто же это перед ним находится. А простой, ну, может быть, так сказать, рожденный пророк там, или какой-то святой жизни человек, или все-таки это не просто человек, а как в Евангелии написано, человек с большой буквы, и Сын Божий, да, сам Бог перед ним. То есть он пытается это разобраться и понять, потому что падшие ангелы, они же тоже разумные существа, и он это осмысливает и собирает какую-то информацию для себя. Поэтому здесь он задает вопрос, ну, если ты Сын Божий, Сын, не Сын, Сын, если Сын, ну, давай, докажи, что вот пусть камни станут хлебом. Господь ему отверг это предложение, сказал, ну, не словом, не хлебом единым, а каждым словом, исходящим из уст Божьих, будет сын человек, и жив человек. Это второзаконие, это Ветхий Завет, мы сейчас можем эти слова найти у пророка. И, конечно же, здесь мы видим, что Господь не отгоняет сатану от себя в этот момент, а продолжает с ним, как бы, возможность дает ему и дальше искушать себя. То есть он не говорит, отойди от меня, сатана, сразу же. Он говорит, нет, я это делать не буду, потому что вот в законе так сказано. Таким образом дает возможность сатане продолжить искушение. Какой для нас это урок, да, чтобы далеко мы не выходили, да, что всяким словом, исходящим из уст Божьих, да, вот жив человек. То есть для нас какой это урок? Мы свою жизнь почему-то вот очень сильно привязываем к материальным вещам. И думаем, что от материальных вещей очень сильно все зависит. И мы будем счастливы, если у нас будет много денег, много еды, много каких-то увеселений, развлечений, много одежды, много жилища и прочего, прочего, прочего. На самом деле, как жизнь показывает, богатые люди, да, как это, богатые тоже плачут, да. Богатые люди тоже несчастливые люди. У них нету покоя духовного, у них нет внутренней радости, духовных таких утешений от Бога дарованных, если они неверующие, если они живут не по Слову Божьему. Потому что сам Господь говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы. Только Господь может дать покой в душу человека. Деньги не приносят покоя. Наоборот, когда у человека много денег, у него еще больше беспокойства за этих денег. Вот не было денег, не было проблем. Появились деньги, появились еще куча проблем. Как их сохранить, чтобы инфляция их не съела, чтобы их никто не украл, чтобы их куда-то вложить, чтобы они приносили прибыль, а потом надо следить, чтобы прибыль, она не падала, там уже следующий круг проблем. То есть мало того, что деньги, ну вот вроде как они от инфляции защищены, ну в банке, например, а там еще процент уменьшается. Ага, значит, я теряю опять свою прибыль. И вот этот вот бесконечный бег за морковкой финансовой, он не дает покоя человеку. Поэтому Господь и говорит здесь всем нам, что люди, вы не забывайте, что не материальные ценности, не еда телесная, материальная еда дает спокойствие душе, а Слово Божие. И именно им будет жив человек. Тем более, что без Слова Божьего мы не можем спастись после нашей смерти телесной. Если мы не соблюдаем Слово Божие, мы идем в ад. И здесь эта фраза еще более глубокий смысл приобретает, потому что если мы Слово Божие соблюдаем, мы живем и здесь спокойно, и после смерти идем в Царство Небесное. А если еще дальше смотреть, то Слово Божие, сам Господь Иисус Христос и Его тело, и кровь. А сам Господь нам говорит, тот, кто не вкушает тело и крови моей, то есть тело и крови Слова Божьего не вкушает, жизни не имеет. То есть здесь вот еще большую глубину мы видим этой фразы, раскрытие глубокое, и понимаем, что тут Господь-то не просто о хлебе насущном говорит, а о вечности, о спасении души, о вхождении человека в Царство Небесное. А почему Господь не творил чудеса на слова искусителя? Ведь мы, как мы видим, помним, Иман, он там с людям посылал, то есть чудеса Господь творил, а в данном случае не стал. Дело в том, что Господь ведь знает не только внешнее, но и внутреннее, и не только сиюминутное, но и будущее, и прошлое. То есть Господь всеведущий. И Господь знал, что даже если Он сотворит это чудо сейчас, то это не изменит отношение беса к нему, это не изменит никак, будет продолжаться искушение. Точно так же Он не отвечал Понтию Пилату на вопросы, которые и тот удивлялся, ты не отвечаешь мне, ведь в моих руках власть, имею власть в моих руках твою жизнь, убить тебя или помиловать. Это все многократно мы видим в жизни Спасителя, когда Он просто ничего не говорит, ничего не показывает, и чудеса не творит тем, кому это бесполезно, а то еще и вредно. Потому что если чудо произвести, а кто-то на него правильно не отреагирует, то еще худшие получат наказание за это. Он же отвергает Бога в этом чуде. И поэтому здесь Господь видит, что бессмысленно творить чудеса, Он их не творит там, где это не приносит пользы. Поэтому, кроме того, слушать беса и исполнять волю беса Бог, ну, конечно же, не будет никогда. А здесь бес... Так так же и нам, то есть слушать дьяволу... Да, да, мы должны отвергать его и уж точно не вступать с ним в беседу. У нас есть звонок, послушаем? Послушаем. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Меня интересует один вопрос. Почему наши высокопоставленные священники так дорого одеваются? Очень дорого. Я знаю работников Цофринской, которая делает эти наряды. И буквально лишают часто премии из-за того, что делают вроде бы как подарки. Как-то я наблюдала, приезжал священник в этот, Цофрин, так они, говорит, нас в тех премии лишили, матерились там вовсю. Так я говорю, для чего? Вот это все делается. Но вы говорите, наверное, об облачениях, да, священнических? Облачения, да. Вот эти дорогие облачения. Значит, спасибо за вопрос. На самом деле, очень часто для людей, особенно невоцерковленных, этот вопрос остается без ответа. Но эти облачения, они берут начало в Ветхом Завете еще. То есть мы восприняли это из Византийской империи, и там были такие же облачения. Византийская империя это восприняла из Римской империи, а там это все от апостолов, собственно, произошло от их, так сказать, размышлений, и они создали все эти каноны церковные. Но до Новозаветной Церкви, была Ветхозаветная Церковь, там также были облачения священнические. И там мы читаем просто в Библии, когда Господь говорит Моисею Пророку, сотвори вот так, сотвори вот так, вот такие облачения сделай даже с драгоценными камнями. Там по числу колен Израилевых первосвященник носил у себя на груди драгоценные камни. То есть это все сделано по Библии, по Ветхому, по Новому Завету, и Семисвечник, и множество моментов, связанных с церковным богослужением. Значит, по поводу ценных или не ценных, но я не знаю, о ком вы говорите, но у нас в монастыре они достаточно дешевые эти облачения. То есть мы не покупаем дорогих с какими-то там золотыми и прочими вышивками, потому что, ну, во-первых, их тяжело носить, они сами все, вес большой имеют такие облачения. Во-вторых, для нас это не требуется. Может быть, где-то там в патриаршие богослужения, или там, не знаю, епископские облачения какие-то, они имеют смысл как показать славу Бога и славу церкви, воинствующей церкви, то есть для всего мира, потому что там, ну, на них взоры всего мира, можно так сказать, направлены, они проповедуют веру для всех. В обычных священнических облачениях, то есть в церкви, ну, все это достаточно дешево, и ничего дорогого у нас нету. Кроме того, это все передается от одного к другому, то есть это не личные облачения. Если мы покупаем облачения, то это, ну, ношу я, после меня будет носить еще кто-то. Если брать наш монастырь до революции, то там облачения были тоже, в том числе, и золотошвейные моменты, там, с украшениями. Они столетиями передавались из поколения в поколение монахами, от одного, так сказать, к другому настоятелю. Поэтому, ну, сейчас вот период после советского времени, когда открывается множество храмов, множество монастырей, и это, к сожалению, очень много было уничтожено, как и икон, так и облачений, и храмов, и монастырей было разрушено. Сейчас это все восстанавливается, поэтому много средств на это тратится. Ну, если там колокол один отлить, это, не знаю, огромное количество денег надо. Но эти колокола наши предки-то отливали. А также без облачения священник не может служить. Их тоже надо, соответственно, приобретать. То есть все вращается в одном ритме. Да, и кроме того, хочется сказать, что это же не священник сам покупать. То есть это прихожане. Ведь на самом деле, как мы возьмем, когда на Рождество Господа пришли волхвы, они же принесли все самое лучшее от себя. Золото, ладан, смирна, да, все, что у кого было. Точно так же и в храмы люди приносятся, на что и строятся. То есть это люди все самое лучшее от себя приносят. То есть даже, может, священник не очень хотел. Например, кто-то имеет возможность преподарить хорошую машину. Он это дарит. И то есть точно так же любой человек, все, что самое дорогое, он все несет Господу. То есть даже не человеку, а все это именно для Господа. Ну вот у меня, если брать мой просто священнический опыт, то тот монастырь, где я сейчас являюсь настоятель, это уже третий объект, который я восстанавливаю. То есть первый это был храм Владимирской иконы Божьей Матери в Матищах. Я там трудился. И там, соответственно, все с нуля. То есть там были склады милиции были вначале. И все это пришлось сначала ломать, а потом заново отстраивать, и роспись делать, и коностасы делать, и облачения покупать. Все заново. И это я видел, как мытищинцы покупали, приносили, и на их средства это все восстанавливалось. Оттуда меня перевели в другой храм. Вернее, не храм, а просто дали кусок земли, выделили там же в Матищах центральной районной больнице. И сказали, вот здесь главврач просит, чтобы был храм, чтобы окормлялись все больные, там, тысячи коек, да, в ЦРБ города Матища, и чтобы здесь был священник, здесь была служба, здесь были там соборы, непричастия и прочее. И пришлось строить, да, с нуля. То есть с фундамента котлован копался. И это все тоже были пожертвования. Ну, какие-то средства я мог там получить за требы. То есть кого-то отпивал, кого-то там соборвал. Эти деньги также тратились там на кирпич, на стройку и прочее. И на облачение также эти средства собирались. Но там уже сейчас другой настоятель, меня сюда перевели, это уже третье место, где я восстанавливал. И также и здесь деньги жертвуют прихожане усердные, верующие. И на эти средства строится храм, реставрируется, расписывается, заказывается иконы, заказывается иконостас, делается. Там отделка полы, отопление. Вы понимаете, это же все, ну, это же не бесплатно. И также и облачения покупаются на прихожан пожертвования какие-то. И не знаю, может быть, меня дальше куда-то переведут. И это останется следующим настоятелем. И так вот из поколения в поколение это все собирается. Главное, чтобы это никто потом не взял, не разрушил, не уничтожил все наши труды. Вот это будет жалко. Да, ну а по поводу поведения, конечно, как в овечьих шкурах волки тоже бывает. Потому что бывает, что и среди священников тоже изредка попадаются недостойные. То есть они не являются для нас показателем и идеалом. То есть на них просто не нужно внимания вращать. И сколько вы ведь тоже стоите в комиссии, которые там отстраняют, например, с тех же священников за какие-то моменты. Мы помним Иуду, который ходил с Господом и воровал. То есть он просто... Вот что тут далеко ходить? Вот просто 12 апостолов. Из этих 12 апостолов один был вор. Это прямо в Евангелии написано. И он был вор. Сребролюбием недуговал Иуда. И что? Он не облачение там себе приобретал. Он Господа продал за 30 сребряников. Уж куда дальше-то? Уж все. Ну, эти же искушения сейчас присутствуют. Если тогда среди апостолов были такие искушения и отпадения. Иуда отпал от апостольского чина. Да, и погиб через это. То есть сейчас есть какие-то там случаи, когда тоже священники так же гибнут в каких-то своих заблуждениях. Ну да, и чем больше святости, тем больше искушений. Чем больше человеку дано от Бога... Прямо фраза из Евангелия. Кому много дадено, с того много и спросится. И чем выше человек вот на этой лесенке ответственности, да, то есть, ну, просто алтарник, или он диакон, или он там священник, или он епископ, или он патриарх. Чем выше по этой лесенке ответственности поднимается человек, тем больше у него обязанностей, тем больше у него ответственности, тем больше человек не принадлежит себе. Поверите мне, вот простой священник и епископ по загруженности, ну, это небо и земля просто. Да, и кроме того, чего мы хотим, в каком обществе мы живем, да, потому что те же священники выходят из нашей среды, да, как была такая история, да, что там возмолились, да, люди, прихожане, Господи, ну, кого же ты нам послал-то? А Господь сказал, что я вам дам лучшего из того, что вот есть, что для вас полезно. Поэтому, как бы, вот из нашей среды мы сами должны становиться лучше. Ну да, то есть мы, где, так сказать, получается, так сказать, рождаются священники? В семинарии, да, туда приходят юноши, которые воспитываются в семьях среди вас, среди прихожан, и там они воспитываются родителями, потом они идут в семинарии, там они воспитываются коллективом семинарии, священниками, преподавательским составом, потом они приходят на приход, и там воспитываются уже настоятелем, потому что их сразу настоятелем не стоит, их сначала делают просто подчиненными клириками, да, которые в подчинении у настоятеля. И этот длительный процесс воспитания, конечно же, есть и ошибочные какие-то действия у многих, особенно у молодых, никто не застрахован. Слава Богу, такое время, что сейчас все открыто, на нас гонения нет в России, и есть выбор, не нравится один священник, а друг друг. Кроме того, как говорят, если даже в каком-то силе служит недостойный священник, вместо него ангелы в это время служат. В любом случае, таинства, они все являются действием. Ну, я так понял, претензия это была как раз к тому, что там премии лишили кого-то в Софринском заводе. Но, вы знаете, там такой поток покупателей, что если даже какому-то одному священнику подарили облачение, вы знаете, это просто капля в море того потока, который там покупается. Поэтому, скорее всего, это просто было оправдание начальника, чтобы, ну, не знаю, чтобы что-то, так сказать, сделать по-своему. Я сомневаюсь, что из-за подарка кому-то лишили премии, целый колхив был лишен премии. Я в этом сомневаюсь. Благодарим за вопрос, на самом деле, для многих людей больная тема. Переходим, у нас мало осталось времени, 8 минут. Пожалуйста, вот к двум другим искушениям перейдем, да. То есть Господь, дьявол берет Господа в святой город, поставляет его на крыльях храма. А как он его берет? Ну, в Евангелии об этом не сказано. И как-то перенес он по воздуху или... Ну, скорее всего, Господь сам двигался... То есть, в любом случае, с его произволения, с Господом. Да, Господь, он же произволение свое попустил, да, в попущение дьявола его искушать. Поэтому он двигался вместе с дьяволом туда, куда тот его вел. То есть, здесь он не сопротивлялся ему. То есть, в этом показывал свое смирение. Но там, где надо, он ему ставил, так сказать, отрицание и не подчинялся, естественно, потому что это было вредно. На крыльях храма поставляют. Что значит на крыльях храма? Ну, это один из пределов храма. Это Иерусалимский храм? Ну, тогда был храм, единственный истинный храм Божий. Это храм Соломона в городе Иерусалим на горе моря, где сейчас стоит мечеть, купол над скалой посредине Иерусалима. Известные фотографии. Я думаю, все вы видели вот этот вот храм Иерусалимский, где стояло это место, где сейчас Стеноплача. Да, это остатки опорной стены на площадке, в которой стоял собственный храм. То есть, Стеноплача – это не храм и даже не стена храма. Это просто подпорная стенка одного из склонов горы. И вот там стоял храм, и на крышу этого храма, который, скорее всего, это был предел Соломона, который выходил на Кедронское ущелье, и, представляете, высота храма плюс высота ущелья, все это складывалось, это была огромная высота. Иосиф Флавий был такой историк, иудей, который описывал этот храм, и сохранились, можете почитать его книги, очень интересно он описывает все это. Он говорит, что дух захватывал, когда стоишь на крыше, смотришь вниз, просто душа в пятки уходит. Такая высота была. И Диалом говорит, бросься вниз, а тебе ангелы из 90-го псалма. Это фразы из 90-го псалма он процитировал для подтверждения своего правоты знания, что он правильно все говорит. На что Господь ему ответил, опять же, фразой из второзакония, что «не искушай Господа, Бога твоего». Мы помним, что эту фразу еще и Моисей Пророк говорил народу израильскому, когда он водил его по пустыне 40 лет, они постоянно искушали, то мясо им дай, то воды им дай, то еще там защити, то вот его сейчас там фараон достигнет, убьет. И Моисей говорил, не искушайте Господа своего. Вот здесь эту фразу Господь ответил сатане, таким образом отрицая то, что тот ему предлагал. Для нас какой урок? Мы здесь также не должны искушать Господа, мы должны иметь смирение и послушание Его заповедям Божьим и не требовать никаких чудес, никаких там для себя уведомлений, как я от многих слышу иногда неверующих людей, что вот когда Господь мне сам явится, или какое-то чудо мне со мной произведет, вот тогда я и поверю. А пока нет, вот ничего не будет. То есть это искушение. И кроме того, это очень страшно, как правило, да, наверное, вот вы замечали, да, что Господь является людям в критических ситуациях, когда человек доходит до полного отчаяния, и вот так вот искушать, что вот когда Господь явится, это на самом деле себя на такие вот опасности. Ну, во-первых, все-то ожидают, что Господь явится с каким-то благим, с каким-то приятным, да. Нет, Господь, как правило, является с болезнями, с оскорбями, с какими-то искушениями попускает человеку, потому что только в этих ситуациях человек начинает искать Бога. К сожалению, 90% людей приходят к Богу от кнута. Не пряником, не по-хорошему, а по кнуту. То есть когда его подстегивает что-то, так и какие-то скорби. Пока гром не грянет, да. Да, мужик не перекрестится. Да, вот здесь это как раз четко для этого. Поэтому не надо искушать. Надо просить, что Господи, как ты хочешь и как знаешь, ты меня вот спаси. А я ничего не знающий раб твой, вот ты мне что скажешь, то я и буду делать. У нас осталась вот три минуты, и обязательно вот последнее, да, искушение, которое дьявол предложил Господу, на высокую гору возвел, показал все царство, все славы. Он говорит, вот поклонись мне, и все будет твое. Во-первых, каким образом он так все присвоил, имел ли он на это право? Ну да, он говорит, это мне все принадлежит, и я кому хочу, тому и дам. Это вранье, да, сатана здесь просто откровенно врал. Кроме того, здесь он уже покусился на прерогативу Бога. О чем Господь ему резонно и сказал, Господу Богу единого поклоняйся, и Ему служи. Да, вот это тоже из Ветхозавета фраза. И дальше он сказал, отойди от меня, сатана. Потому что предыдущие два искушения были к человеческому естеству направлены, да, а здесь уже четкий призыв против Бога. То есть здесь сатана показал свое истинное лицо, сказал, что нет, я на место Бога встаю, и ты мне поклоняйся. Это уже Господь не мог терпеть, и здесь Господь отогнал от себя сатану, и он отошел от Господа до времени, до того момента. То есть он уже сам приблизиться не мог, поэтому он создал целый коллектив из неверующих иудеев, которые распял Господа по наущению беса. Да, после искушения приступили ангелы, да, ко Господу. И после искушения, да, ангелы приступили, и Господь вышел на свою проповедь евангельскую и проповедовал три года. Две минуты у нас. Какой для нас урок из-за такого искушения? Во-первых, помните, что все, что с Господом происходило, все происходит и с нами. Ежедневно также и нас сатана искушает. Поэтому как Господь относился к этим искушениям, так и мы должны по его примеру поступать. И помните, что нас сатана не оставит до нашей кончины, да, до смерти нашей. То есть он будет постоянно пытаться у нас отнять благодать Божию и каким-либо образом поразить нашу душу смертью духовной. Поэтому будьте осторожны, будьте внимательны и бодрствуйте, как Господь говорит, ибо не знаете, когда придет Господин дома сего. Да, и третье искушение, когда были за все представлены, вот эта гордость, да, то есть все будет твое. Это гордыня, да. То есть бес пытался уже гордостью также соблазнять Бога, соблазнять гордостью. Для нас какое-то. Мы, самое тонкое из наших страстей, это гордость. Ее очень трудно увидеть, но она проявляется в гневе, в осуждении, в превозношении, в обидах, в непослушаниях, в своей воле. Это все проявление гордости. Как видите, много щупалец у нее. И когда мы ее во главу уязвим, тогда и очистим свое сердце от прочих других страстей. Уязвим, значит, исповедуем. Уязвим, это значит, исторним из своего сердца и исповедуем и прочими таинствами. Да. Наше время завершается. Благодарим Вас, Те Семене, что Вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо. Спасибо, Господи. До свидания. На сегодня все. До свидания. До свидания.